МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нашим слушателям телефон приводого эфира 708-502-708-502. СМС вы можете отправлять на номер 8-909-720-101-0, 8-909-120-720-101-0. А также напомню об опросе, в котором вы можете еще принять участие. Опрос несколько провокационный, поскольку мы исходили из того, что власть у нас априори не любит. Вопрос звучит так. Вы недовольны работой чиновников, потому что они медленно работают, некомпетентны, и еще ряд вариантов ответа. Гаражные кооперативы. Вот это тоже ведь проблема дворовых территорий? Проблема автомобилистов, проблема власти? В основном гаражные кооперативы, они, конечно, на непридомовых территориях. Есть гаражи, которые находятся на придомовых территориях, но сегодня они должны получить от владельцев квартир разрешение на установку. Это отдельная тема. А по гаражным кооперативам? Какой вопрос? Раньше земля выделялась гаражному кооперативу, и можно было знать старшего этого кооператива и заключить с ним договор на благоустройство всей территории. Это был понятный и контролируемый процесс. Сегодня же происходит ситуация, когда каждый гараж в отдельности, каждый бокс владелец оформляет в частную собственность. В итоге в гаражном кооперативе, где 100 гаражей, мы получаем не одного представителя кооператива, а 100 владельцев, с каждым из которых нужно вести отдельную работу. И в итоге очень сложно заключить договор на санитарную уборку и содержание. В итоге эти гаражные кооперативы обрастают деревьями, порослью, и там появляется большое количество мусора. Так как они часто расположены, такие кооперативы, в центре города, то мы сегодня обозначаем это тоже как одну из проблем и активно работаем в этом направлении. А у нас есть звоночек, слушательница на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, какой у вас вопрос? У меня вот именно вот этот вопрос. Почему все паркуются во дворах, когда гаражи в шаговой доступности? Вот, например, район Лепси. Красоты никакой не добавляет этот гаражный кооператив. Их тут масса. И грязи полно. И не заасфальтировано. И пройти 5-10 минут до гаража, я думаю, не составляет труда. Но, однако, все паркуются во дворах. Спасибо, мы вас поняли. Спасибо. Да, вот вопрос. Но, может быть, речь просто идет о автовладельцах, которые не имеют этого гаража в шаговой доступности? Я думаю, что гараж предназначен для хранения автомобиля. А если автомобиль им пользуется ежедневно, то, конечно, легче оставить автомобиль на парковке или во дворе дома. Другое дело, что паркуется он с нарушением правил или без нарушения правил. Правил благоустройства и в то же время правил, которые ГИБДД у нас предусматривает. Не думаю, что если есть гараж у владельца автомобиля рядом с домом, вы будете его оставлять на стоянке. Он оставляет его в гараже. Да, обычно гаражи достаточно отнесены от домов, бывает, потому что мы помним, как выделялись территории, как люди бились за эти гаражи. А вот вопрос в том, в каком они сейчас состоянии, и что такие сложности с надзором над этими гаражными кооперативами и хозяйствами, он действительно серьезен. Потому что мы уже сказали сейчас, что там не всегда царит порядок и гармония. И вот это тоже перекликает с вопросом, который поставили наши слушатели, звонившие в первой части программы, по поводу свалок и мусора вообще в целом. Ну, раз сложно определить собственника этого гаража, либо всего гаражного кооператива, отсюда понятно, что любой мусор, который выбрасывается, сложно его обвинить в этом того или другого владельца. Как правило, никто не мусорит, но однако все эти гаражные кооперативы обрастают свалками мусора. Хорошо, когда, скажем, гаражный кооператив где-то внутри территории, расположенный район, и его не видно. Обиднее всего бывает, когда такие несанкционированные свалки появляются прямо в центре города. Если говорить о том, кто же мусорит и кто за это виноват, вот слушатель, который позвонил в студию, говорит, когда же, наконец, покончат с мусором в Ленинском районе. Чиновники не работают. Так вот вопрос. В Ленинском районе работает 52 чиновника. Количество мусора, которое приходится прибирать на этот год, например, в денежном эквиваленте, на это выделено больше 4 миллионов рублей. При этом в свалке каждый раз образуется все новое и новое. Поэтому я думаю, что с мусором и свалками несанкционированными мы сможем побороться только тогда, когда жители района и города перестанут мусорить. Нужно понимать, что администрация города на вывоз этих свалок тратит огромные деньги бюджетные. И мне бы очень хотелось, чтобы эти миллионы рублей были потрачены не на то, чтобы убрать мусор, который накидали жители города, а эти деньги были бы потрачены на благоустройство и спортивных площадок, и детских площадок, и в конце концов на благоустройство дворов или на озеленение, на те же самые цветники. Помните, когда мы встречались с вами в начале лета, вы как раз говорили о том, что, пожалуйста, пишите заявление о том, где какой несанкционированный мусор лежит, свалка собралась, мы все вывезем, потому что денег выделено много. Сейчас настроение чувствует немножко другое. Ну, да, желание благоустроить город, оно подкрепляется определенным количеством денег, поэтому, когда мы говорим, что все вывезем, денег, количество тоже ограничено, бюджет, он не резиновый. Поэтому я сегодня призываю все-таки к тому, чтобы у нас не мусорили, такие свалки не образовывались в большом количестве. А деньги давайте тратить на другое, на благоустройство города. У нас есть смс. В центре города, за кинотеатром Колизей, есть несколько гаражей. Автовладельцы моют там свои машины. Это же незаконно, Галина. Мы сейчас обсудим этот вопрос. У нас есть телефонный звонок. Слышим вас? Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь. Дмитрий, меня зовут. Вопрос как раз по стоянкам во дворе. У нас на собрании несколько раз этот вопрос поднимался. В общем-то, понятно, да, большинство человек, некуда ставить машину, естественно, из-за того, что давайте расширим. А каков алгоритм действия в этой ситуации? Это мне чиновнику конкретно вопрос. Дмитрий, да? Мы собранием, да, собранием собрались, решили, что да, мы вот расширим счет газона. У нас есть газон, который, в принципе, не нужен, только зарастает высокой травой. Да, Дмитрий, вы прослушали, наверное, мы говорили в первой части программы, но для вас сейчас повторим, да? Да, в первую очередь это должно проголосовать за организацию парковки не менее двух-третьих владельцев квартир. Следующий момент. Инициативная группа должна этот участок строительства парковки согласовать со всеми владельцами сетей, которые находятся под этим участком. Следующий этап. Должна быть выбрана подрядная организация, которая будет производить работы. Следующий этап. Получение разрешения на проведение земляных работ в территориальном управлении, ордер на земляные работы. В свою очередь мы готовы помочь все это сделать. И эта подрядная организация, она уже выполняет вам эти работы. И в дальнейшем уже приемка выполненных работ. Вот, нет, тут немножко. Это все, конечно же, понятно. Мне непонятно, куда нам после решения собрания идти в первую очередь. С моим решением собрания я не пойду в ККК или в сети, тепловые, телефонку. Я пойду, должен пойти в администрацию. Приходите ко мне. Давайте я буду приходить к вам, а с вами вместе мы будем эти вопросы. Договорились, приходите. Все, спасибо. Отлично. Давайте вернемся к СМС, которая к нам пришла по поводу автовладельцев, которые у гаражей за кинотеатром Колизей моют свои машины. Насколько это незаконно и что можно предпринять жителям? Это действительно незаконно. Первым нужно посмотреть, эти гаражи расположены на придомовой территории, либо на землях общего пользования. Поэтому нужно будет смотреть, какие правила они нарушают. Но в любом случае мойка автомобилей в невустановленных местах, она запрещена. Особенно в сезон летний, таких поступает заявление на административную комиссию десятки. Поэтому люди также привлекаются к административной ответственности. Что нужно сделать в данной ситуации? Либо, опять же, звонок, либо письменное обращение в территориальное управление, направляем инспекторов, выявляем факт, составляем протокол, привлекаем к административной ответственности. Возвращаемся к благоустройству дворовых территорий. Мы говорили о том, что как хорошо бы все-таки не на вывоз мусора тратить деньги, не на санкционированного мусора, не на разгильдяйство, а на благоустройство дворов, их освещение, дворовых территорий. Что вообще в это понятие входит? Благоустройство дворовых территорий. Ведь я знаю, что есть вообще проект, по которому люди могут собраться и также в контакте с администрацией благоустроить свой двор. Сегодня придомовые территории, дворовые территории, как мы их называем, обслуживают управляющие компании, жители дома. Во-первых, дворовая территория принадлежит жителям этого дома, владельцам квартир. И вопрос его благоустройства и содержания – это вопрос собственников. Поэтому заключает договор с управляющей компанией, например, в нашем случае управляющей компанией Ленинского района. В договоре четко прописывается, за какие деньги, какие виды работ по благоустройству территории выполняет данная компания. Возникает иногда вопрос, жители обращаются, у нас во дворе растет старое дерево, которое, не дай бог, упадет, пожалуйста, нам его уберите. Мы говорим, это ваши отношения с управляющей компанией, обращайтесь к ним. Управляющая компания пишет, в договорные отношения данный вид работ не включен, то есть жильцы за это деньги не платят. Поэтому чаще всего все вопросы нужно регулировать с управляющей компанией, в том числе и по тому мусору, который там скапливается. Это что есть тут по поводу дерева? То есть управляющая компания говорит, мы за это не отвечаем. Вы говорите, обращайтесь в управляющую компанию, кто будет рубить дерево? За счет средств жителей, владельцев дома, это же управляющая компания. Мы сейчас говорим просто о деньгах, кто должен это финансировать. То есть люди привыкли часто, что то, что принадлежит им на праве собственности, все-таки они обращаются в администрацию города и говорят, вы нам должны это убрать. Мы же им говорим, что это ваша собственность, в том числе то, что расположено на придомовой территории, поэтому вы должны это делать за свой счет с помощью управляющей компании, с которой заключен договор. А у нас звонок есть, мы дозвонились до Людмилы Кропотовой, это председатель товарищества собственников жилья Грибоедов. Алло, Людмила Васильевна, здравствуйте. Алло. Да-да-да, здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте, очень плохо вас слышно. Людмила Васильевна, мы как раз сейчас говорим об активности жильцов, о их роли в благоустройстве территории. Какое ваше мнение на сей счет? Мое мнение, ну, сейчас самое, наверное, важное, это сейчас инициативные граждане создают ТОСы. ТОСы участвуют в городской программе, в городских конкурсах по социальных инициативам, пишут проекты. И за счет этих проектов благоустраивают детские площадки, дворы благоустраивают. А в этом случае администрация тоже идет навстречу, там идет активный диалог, и поэтому эти дворы в первую очередь, наверное, мне кажется, асфальтируются. То есть, по крайней мере, их в первую очередь рассматривают. Если люди стараются, значит, и им помогают. Людмила Васильевна, правильно ли я вас понимаю, что если люди не жалуются и не говорят, вы нам должны, администрации, то и бюрократии здесь никакой не возникает. Если приходят жильцы с посредственным предложением, то им помогут. Я считаю, что да. И прямо все вот так замечательно, и никаких проблем не встретят они. На своем опыте, я считаю, что да, администрация города, администрация района заинтересована в таких активных людях. Они рады помогать и ведут активный диалог. Людмила Васильевна, а как у вас, в частности, дела, например, с парковками обстоят во дворе? Вы знаете, вот, в частности, у нас в ТСЖ, у меня большая территория двора, но, тем не менее, покупают по второй машине, по третьей очень многие сейчас. Вот мы сейчас расширяемся, собрали денежки и делаем автостоянку, правда, не асфальтированную, тем не менее, с песочком, с гравиями. И люди могут остановиться, оставить свои машины. Всем где-то надо располагаться, и детям, и спортсменам, и автомобилистам. Людмила Васильевна, как человек опытный, что вы можете посоветовать тем людям, которые еще не организовались, которые, может быть, не верят в то, что можно вообще организоваться и что-то сделать для своего двора, или верят, могут, но не знают, с чего начать? Что именно во дворе неблагоустроенном? В первую очередь, нужно благоустроить, чтобы это было хорошим заделом. Нет, ну, поскольку я тесно связана с созданием ТОС, это значит, в общем-то, наверное, обратиться нужно в территориально-общественное управление, поскольку вот я работаю в Ленинском районе, значит, теруправление Ленинского района, 309-й кабинет, там Людмила Николаевна Машкина. Пожалуйста, они всю консультацию проведут и все расскажут. У нас есть центры местных активностей, они расскажут также, где, куда обратиться. Людмила Васильевна, а вы в вашем дворе с чего начали? С чего начали? Ну, мы победили, я начала участвовать в губернаторском конкурсе. Что именно благоустроили в первую очередь в своем дворе? А, благоустроили в первую очередь? Да. У нас в ТСЖ, у нас немножко проще, мы всегда были активные. Немножко меньше, немножко больше. Что вы сделали в своем дворе с самым первым? Ну, конечно, детскую площадку. Детскую площадку. Начали с детей, а не с автомобилистов. Мы вас поняли. Спасибо, Людмила Васильевна. Спасибо. Людмила Васильевна Кропотова, председатель Товарищества собственников жилей Агрибаедов, как раз из Ленинского района, говорит о том, что активная позиция граждан, жителей, двора, когда они собираются, всегда будет поддержана администрацией. Это не может не радовать на самом деле. Да. У нас еще звонок? Звонка нет. Хорошо. Саша, я бы хотела, чтобы ты еще раз озвучил опрос, который мы, итоги которого подведем в конце нашей программы, а потом продолжим про благоустройство. Да, опрос, благодаря которому мы сделаем такой своеобразный вывод о работе чиновников. Вопрос. Вы недовольны работой чиновников, потому что они? Варианты ответов. Медленно работают, некомпетентны, недоступны для народа. И еще ряд вариантов ответов. Опрос несколько провокационный, потому что мы исходили из того, что власть априори не любят в народе. И номера телефонов. Я напомню для слушателей. Телефон прямого эфира 708-502, телефон 708-502. И номер для СМС 8909-720-101-0, 8909-720-101-0. Дваровая территория. Продолжаем разговор. Людмила Васильевна Кропотова сказала, что нужно, чтобы были активные люди. Как кажется, это самая большая проблема на самом деле. Найти этим активным людям, проявить себя. Неверие и пассивность, наверное, самая большая проблема наших дворов. Это действительно большая проблема. Очень сложно найти тех активных граждан, которые сегодня готовы идти на диалог с властью. Но когда такие люди находятся, то мы активно с ними сотрудничаем. Представьте себе то, о чем говорила Людмила Васильевна. В этом году в Ленинском районе подано было 29 заявок по проектам по благоустройству дворов. Это значит спортивных площадок, детских площадок строительства. Все 29 этих проектов были поддержаны и получили поддержку из бюджета в размере 2 миллиона 164 тысячи рублей. Представьте, 29 дворов в этом году за счет средств бюджета городского будет сделано. Один из первых был как раз ТОС Грибоедов, который и в прошлом году активно участвовал. Эти же люди, которые сами, в частности, в софинансировании вкладывают деньги, они же и следят за тем, чтобы то, что было построено во дворе, оно не разрушалось. ТОС Грибоедов — это самый как раз пример, самый активный. Рядом с ними расположен как раз по Комсомольской 113 еще один, тоже активный ТОС. ТОС Грибоедов, двор которого можно было приводить в пример всем. Они, по-моему, в прошлом году стали владельцами самого большого гранда 100 тысяч рублей, который был выделен на двор и стали лучшим двором года. У нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Гуляева Зинаида Алексеевна, живу, мне 74 года, живу на Некрасово, 18, квартира 37. Вот мой дом стоит торцом к улице Некрасово, а так вот он торцом стоит. У нас 6 подъездов. Напротив нас стоит еще магазин, еще такой же дом торцом. Здесь в этом доме красногорский магазин. Напротив моих окон 31-я школа. Я что хочу сказать. Вот в нашем дворе совсем маленький двор. 6 подъездов. Значит, вот я посчитала, у нас примерно паркуется машин 12. Машин 12. Не больше. Эти 12 машин, ну, может и 15 вечером, может и больше. Я вот часов в 8 так скажу, когда стоят машины. Когда у нас вообще нет, вот я выхожу из подъезда, я двери открыла, я пройду 3 метра, и тут уже у нас то ли раньше тротуары были, а сейчас проезжая часть. Машины без конца. Я не могу выйти, чтоб меня не сбили. Я полуслепая. Скажите, пожалуйста, Зинаи Алексеевна, а вы пытались собрать ваших жильцов, как раз организовать собрание, о которых мы сегодня говорили, для того, чтобы решить эту проблему? Я 74 года, я слепая на один глаз, и поэтому я разговаривала, разговаривала. Что люди говорят? Ну, и жильцы, и работники из ЖКО были, вроде бы что-то намекалось сделать, хотели там поставить какие-то ограничители, вроде как ГАИ дало разрешение, чтобы машины не ездили. Я вот понаблюдала, так с Некрасова машины едут по нашему двору, выедут туда, то на Горького, то туда где-то вот, на Щерца туда. Не знаю, почему они по нашему двору едут, неужели им трудно проехать, 200 метров, выехать на Горького? Спасибо, спасибо за ваш звонок, нам понятно. Еще скажу одно, вот единственное, что стригут эти, газоны стригут, буквально вчера наблюдала, у нас под окнами тут, в 31 школе, там во дворе навели порядок, там все огородили, раньше мы отдыхали, ходили на поле, на школьное, сейчас мы туда не ходим, потому что металлический забор в 3 метра поставили, в 4, мы не ходим, нам негде пройти, где-то отдохнуть, посидеть. Еще скажу два слова, вот вчера наблюдала, тут под окнами у забора металлического у школы стригли лужайку, так вот, видимо в ЖКО работников лишних много, один стрижет, женщина стоит, как она, начальник, а другой стоит, мужчина, держит канистру с бензином, машинка-то на бензине работает. Зинаида Алексеевна, спасибо вам большое за звонок, за вашу гражданскую активность, мы поняли. Зинаида Алексеевна, контролер, один в три год, двое смотрят, вот надо посмотреть, сколько работников работает в ЖКО. Да, действительно, действительно, проблема очень важная. Давайте мы сейчас этот вопрос, давайте остановимся, пока не забыли все вопросы, которые вы перечислили, остановимся и обсудим этот вопрос с Алексеем Вершининым. Спасибо большое вам за звонок. Но вот вопрос все равно, то есть в два угла сейчас упирается. Первое, старые люди, они сами не способны составить вот эту активную группу, которая пойдет, принесет все документы, все оформит. Понятно, что их меньше интересует машина и больше интересуют зеленые насаждения. Это ясно, то есть организация вот таких активных групп, наверное, эти дворы все-таки, они, вот пока такая ситуация у них будет существовать, пока люди не самоорганизуются, они так и будут прозябывать, в общем, в непригодном состоянии. Светлана, как раз к тему СМС пришла. Как быть с дворами, где живут преимущественно люди пожилые, им же трудно устроить собрание жильцов в силу возраста и состоянии здоровья? Вот тоже вопрос. Значит, в этой ситуации возможно заочное проведение собрания, то есть собираться всем вместе в одном месте, сразу, одновременно, это не обязательно. Важна очень работа инициативной группы, которая поднимает вопросы и выносит его на обсуждение. Тем людям, которым в силу возраста сложно присутствовать на собрании, пожалуйста, можно заочно опросить, а не поставить свою подпись под тем или иным решением. В любом случае нужно находить компромисс, это своего рода, опять же, борьба между теми, кто владеет автомобилями или не владеет. Что бы хотелось сказать вот этой конкретной бабушке, которая звонила. Пугачева улица является местом массового проживания как раз людей с ограниченными возможностями по зрению, поэтому практически везде во всех дворах, где данные люди проживают, есть ограждение, которое не позволяет им попадать под автомобиль. В этом году в этих дворах мы построили две детские площадки и, естественно, восстановили ограждение и перила. Эта работа тоже активно велась. То есть, я не знаю, там конкретный двор, в котором она живет, есть там ограждение или нет, но в любом случае может обратиться управляющая компания, которая бы по ее просьбе такие ограждения тоже поставила. А вот в этом году сколько вообще денег было выделено на благоустройство дворовых территорий? На благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Новые дороги городов России» из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей и 100 миллионов рублей было выделено из городского бюджета. Работа была продолжена с прошлого года, только на территории нашего Ленинского района. В этом году мы ремонтируем 56 дворов, из которых 40 дворов они перешли еще с прошлого года. Это четвертая очередь, которую не успели сделать в прошлом году, и 16 дворов запланированы уже в этом году. Туда попали те социально значимые дворы, через которые осуществляется проезд к детским садам, учреждениям учебным и объектам здравоохранения. Также подъезд и комплекс сумма многоквартирных больших домов. Вот 200 миллионов, которые собрали, успеют освоить в этом году? Да, опыт прошлого года учли, когда уже заканчивали работы уже в октябре-ноябре месяце, поэтому в этом году заранее все провели торги, заранее определили уже подрядчиков, подрядные организации, поэтому в этом году таких проблем не будет. Но об этом можно судить и по цифрам, потому что у нас уже 21 двор, сегодня объект уже готовы к работе, уже, вернее, выполнены там работы из первой очереди, и все 10 дворов второй очереди также тоже уже готовы. И по 35 объектам, которые остались, 16 объектов, 16 дворов, документы направлены в центр проведения торгов, 4 по 4 составлены сметы, по 8 подготовлены уже дефектные ведомости, и вот только по 7 проводятся замеры объемов работ. Думаю, что сейчас начало 1 числа августа мы успеем до конца строительного сезона. А вот этот проект по благоустройству дворов, он будет продолжаться в 2013? Ну, мы бы очень хотели, чтобы он продолжался. Желательно бы, чтобы была большая поддержка из федерального бюджета. Такие работы велись и в прошлом году, и в позапрошлом году. Другое дело, что прошлый год был рекордным, 240 миллионов было финансирование из федерального бюджета, в этом году всего лишь 100 миллионов, а до этого, в более ранние годы, там цифры были гораздо меньше. Дворовые территории, в любом случае, ремонтировали, но цифрами на порядок меньше. Когда это прояснится ситуация, что да, в 2013 год мы продолжаем работу, и деньги есть? Когда будет сформирован федеральный бюджет, и мы увидим, какие цифры будут там запланированы. Но вот по опыту прошлых лет, если действительно на 2013 год будет запланирована такая работа, когда людям нужно прийти и подать свои заявки, чтобы они успели попасть в планы на 2013? Мы не перестаем принимать заявки даже сейчас. Не нужно ждать, когда наступит 2013 год, потому что список тех дворовых территорий, в которых необходим ремонт, он до сих пор формируется. Для этого работает общественный совет, куда входят и депутаты городской думы, куда входят представители общественных организаций, представители администрации города. Есть попытки, чтобы в этот список дворов включили территории, где и так все благополучно, то есть каждый хочет все-таки, чтобы его двор был еще лучше. Выезжаем, смотрим, фотографируем, слушаем жителей, понимаем, какой двор действительно подлежит ремонту, где не было ремонта уже по 40 лет. Поэтому каждый на общественном совете вправе отстоять свой двор, включение его в список, который бы заасфальтировали за федеральные деньги, либо за бюджетные деньги. Понятно. Продолжим разговор после короткой рекламы. Не переключайтесь, через две минуты мы вернемся. Партнер программы Веткабанк. Продолжается дневной разворот. Светлана Занько и Александр Грислис в студии. Алексей Вершини, начальник территориального управления Поленинского района, ведет с нами беседу. Мы активно принимаем звонки от вас, дорогие слушатели. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Алло. У нас есть звонок? Мы не слышим. Звонок у нас, видимо, слетел. Видимо, да. Видимо, звонок сорвался. Поэтому мы сейчас продолжаем. И продолжаем мы говорить на тему озеленения города. Правильно мы остановились? Потому что мы обсуждали сейчас во время рекламы много чего. Я хотела рассказать следующее вам, Алексей Александрович, если не вы в курсе. Дирекция дорожного хозяйства приходит к выводу, что все-таки Октябрьский проспект придется расширять за счет зеленых насаждений. А точнее алии, по которой мы все так любим гулять, прогрежки утренние устраивать. То есть реакция населения будет явно отрицательной, с одной стороны. Так ли велика проблема трафика именно для Октябрьского проспекта, с другой стороны. И мы снова говорим о том, что здесь есть, с одной стороны, потребность действительно в расширении Октябрьского проспекта, дороги. С другой стороны, снова кто будет это решать? Как долго это будем обсуждать? Это подребность, это неизбежность? Или все-таки обсуждения могут привести нас к чему-то конструктивному, правильному, когда и овцы будут целы, и волки сыты? В любом случае, мы сегодня говорим о том, что улицу надо расширять. Улица Воровского была расширена. Посмотрите, сегодня там уже нет такого количества пробок, которые бы были до расширения. Другой вопрос, если мы говорим по направлению Октябрьского проспекта, может быть целесообразно расширить или благоустроить параллельные улицы, чтобы этот поток автомобилей в этом направлении не создавал пробок. Но если мы ведем речь о том, чтобы расширить Октябрьский проспект за счет зоны вот этой прогулочной, то это вопрос, который нужно решать на общественных слушаниях, и чтобы население активно в этом принимало участие. Только в этом случае этот вопрос или решение по этому вопросу может быть принято. Мы сегодня говорим о том, что Институт общественных обсуждений, общественных слушаний пока находится в начальной стадии, но его нужно активно развивать для того, чтобы не было, как раз не создавалось ощущение, что администрация города против населения принимает какие-либо вопросы. Еще один звоночек у нас есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мария Петровна. Да, Мария Петровна. У меня такой вопрос. По поводу 23А. В прошлом году мы организовали детскую площадку, приезжали на открытие администрации, там все путем, и сказали, что в конце года, пока снег не выпадет, нам заасфальтируют дорогу, там все. И сейчас у нас перед самым входом в эту детскую площадку такая стоит лужа. И я уже обращалась и в Вятку Уют, что когда нам это, заасфальтируют вот эту дорогу, говорят, вот в августе будет, ну вот, так август наступает, так я не знаю, заасфальтируют нам нынче или нет. Назовите, пожалуйста, свой адрес, Мария Васильевна. Что? Адрес свой назовите, пожалуйста. По поводу 23А. По поводу 23А. Спасибо. Спасибо. Это ваша территория? Да, это территория нашего района, нужно просто понять, если этот двор с этим адресом вошел в эту программу федеральную, то асфальтирование в любом случае будет произведено. Другое дело, что, скажем, необязательным условием является то, что люди участвовали в городовом конкурсе, сделали площадку, благоустроили территорию, там детскую площадку или спортивную, им огромное спасибо. Мы выделили деньги, в том числе, из городского бюджета на это, а это не является гарантией попадания в федеральную программу. Но если этот двор в федеральную программу вошел на этот год, то обязательно все работы по таким дворам будут выполнены в этом году. Алексей Александрович, вернемся, давайте к озеленению и к общественным слушаниям. Нам не дают слушатели вернуться к озеленению, потому что у нас есть еще один звонок, и мы обязательно его примем. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь. Людмила, меня зовут. Вот у меня такой вопрос. Идут сейчас разговор по парковкам на газонах. А как насчет парковок вблизи дома, напротив окон, недалеко? Вот все-таки какое-то расстояние существует от дома до парковки? Какое должно быть расстояние? В Москве, я знаю, что 8 метров, а у нас? Спасибо. Планировка всех дворов, она была произведена еще во время строительства, поэтому в любом случае от дома начинается отмозг, а потом идет тот газон, на котором мы, естественно, не рекомендуем парковать автомобили, потом идет тротуар, проезжая часть. И те парковки, которые мы рекомендуем организовать, уже идут на расстоянии не менее 8 метров, как минимум, уже на той части придомовой территории, которая не под окнами находится. Естественно, если вам загоняет автомобиль под окна, а если еще и жители, либо владельцы автомобиля захотят узаконить стоянку автомобиля прямо у вас под окнами, то вы вправе, как собственник, здесь голосовать активно против этого. Алло, все понятно, слушатель нас услышал, я надеюсь, вот все-таки еще один звонок есть у нас, и поэтому я думаю, что по поводу Октябрьского проспекта и озеленения мы скажем несколько слов о том, что мы отнесем эту тему на отдельный разговор чуть попозже. Да, слушаем вас. Алло, я задала вопрос по поводу парковок вблизи дома. Какое расстояние от дома до парковки должно быть? А, вы еще на месте, это тот же наш слушатель, который говорил. Конечно, у нас этот разговор прервался. Все понятно, но Алексей Александрович уже отвечал и сейчас повторит для вас. Мы не рекомендуем организовать парковки на том газоне, который расположен прямо рядом с домом, который граничится от мозга или около дома. Не на парковке, а вот именно напротив окон останавливаются, а не на газоне. Есть ли какое-то конкретное расстояние? Все дворы спланированы, и еще раз повторюсь, что вначале идет газон, потом идет тротуар, потом идет проезжая часть, и только за проезжей частью мы рекомендуем сегодня эти парковки организовывать. Все, что паркуется перед самым домом на газонах. И на проезжей части тоже незаконно. Ну, оно может быть и законно, если проезжая часть пошире не позволяет. Другое дело, что это вызывает недовольство жильцов, особенно первых этажей. Но опять же, вопрос организации парковки – это решение общего собрания владельцев, где конкретный слушатель может высказать в том числе и свою отрицательную точку зрения по поводу организации парковки. Но если пять метров, это никому не понравится, когда около дома будут стоять тут не только первые этажа. Поймите, если это никому не понравится, такое решение вы никогда и не примете. То есть вы должны собраться, принять решение и организоваться как-то против того, чтобы парковались? Нет, закон-то какой-то должен быть. Если в Москве есть 8 метров от дома, не меньше, то здесь-то ведь тоже у нас в Кирове должен какой-то быть определенный закон или постановление, в скольких метрах от дома должна парковаться. Смотрите, придомовая территория принадлежит владельцам квартиры в этом доме, в том числе и вам. Поэтому в любом случае решение общего собрания. Если знаете, что в Москве есть такой закон 8 метров, мы считаем его всеразумным, давайте тоже говорить о том, что не ближе 8 метров. То есть сами жильцы выносят решение? Но это не на уровне, наверное, собственников, а, наверное, по Кировской области или по Кирову. Такой закон или постановление издать, чтобы для всех было общепринятое правило. Мы поняли ваше предложение. Мы свалили с плеч жильцов, то есть, вернее, со своих плеч на плечи населения. Спасибо, спасибо. Мы поняли ваше предложение и вашу позицию. Две трети голосов голосуют за то, чтобы, ну, там по любым вопросам. Почему именно две трети голосов, а почему не больше половины? Например, 50% и более проголосовали, значит, можно уже вопрос принимать, решение, вернее, какое-то. А то две трети голосов. Я поясню вам. Значит, есть вопросы, которые принимаются квалифицированным большинством, то есть 50% плюс один голос. Есть вопросы, которые касаются собственности, которые принимаются не менее чем двумя третями голосов. Это регламентирует на законодательство. Вот и все. Ну, а почему у нас такое законодательство, скажите, две-то треть? Откуда это взяли две трети? Всегда обычно, ну, как-то вопрос так встает. Если больше 50% проголосовало жильцов, например, или кого-то, там, собрания какие-то проходят, выборы, наконец, проходят президента, или кого-то... Еще раз, еще раз, давайте я вам скажу... 50% голосов уже выбирают. Еще раз вам скажу, по легким вопросам, действительно, 50% плюс один голос, по тем вопросам, которые связаны в данной ситуации с собственностью, только две трети голосов не менее. Большое вам спасибо за звонок. И убрать из-под окон, и набрать две-треть голосов. Да, к сожалению, закон таков, и нам придется его исследовать. Большое спасибо вам за звонок. Мы возвращаемся в нашу студию, подводим итоги опроса. Не успели мы поговорить по поводу Октябрьского проспекта, и договариваемся, что встречаемся тоже в рамках дневного разворота. И будем говорить, наверное, еще с представителем дирекции дорожного хозяйства по этому поводу. А сейчас, Саша, озвучь, пожалуйста, какие итоги голосования? Итоги голосования на вопрос. Вы недовольны работой чиновников, потому что они медленно работают, вариант ответа выбрали 10%, некомпетентны, тоже примерно столько же 10%, недоступны для народа 12%, принимают необдуманные решения 5%, дураки и взяточники. Ну, я говорил, что вопрос у нас был провокационный, 15%, ну, а всех больше вариантов ответов набрал вариант все вышеперечисленное, 46%. Ну, вот, априори власть виновата во всем, да, наши последние слушатели, последние спикеры говорили о том, что почему мне не делают то, что я хочу, сам я это сделать не могу. Спасибо. Нам очень хотелось еще услышать о планах, которые ждут Ленинский район, о благоустройстве Ленинского района, но, к сожалению, время наше закончилось. Я еще раз прошу вас обещать, Алексей Александрович, что вы придете к нам на дневной разворот. Конечно. И мы обсудим все вопросы, которые в районе возникают. А сейчас у нас новости, и мы, я, Светлана Занько и Александр Грислис, прощаемся с вами, слушатели. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok